Нынешняя реальность требует совершенно другого уровня информатизации, в том числе иного уровня информатизации экономики, иного уровня прозрачности экономики. Это требует национальных платёжных систем. Есть два варианта. Первый вариант. Мы заимствуем нечто чужое. Это дёшево, это беспроигрышно. Но если при этом мы становимся совершенно прозрачными, каждый перевод становится совершенно очевиден. Понятно, кто, с кем, как, почему. Поэтому естественно. Есть два аспекта. Первый аспект. Национальная безопасность требует, чтобы страна, если она рассчитывает не на бумажный, а на реальный, суверенитет, чтобы она имела свою платёжную систему. И в этой связи многое удивляет. Ну, в самом деле, давайте вспомним. Сейчас масса перевода делается с помощью американских платёжных систем Visa и MasterCard. Россия, против которой были использованы санкции, после первой волны санкции, осознала, что деятельность практически всех банков может быть заблокирована. Был принят закон, который предусматривает создание национальной платёжной системы. Есть заявление президента о том, что это нам необходимо. Более того, Сбербанк доложил, что по крайней мере на 40% уже готова платёжная система. У нас есть другая платёжная система, золотая корона, которая может стать основой для национальной платёжной системы. Она готова на 80%. И что мы слышим? В экономическом форуме в Санкт-Петербурге выступает Шувалов и говорит, что на закон можно не слишком обращать внимание. И важно, чтобы MasterCard и Visa создали дочки в России. И с этими дочками мы и будем иметь дело. Поэтому, на мой взгляд, здесь очень важно определиться. Мы либо говорим всерьёз, отвечаем за свои слова. Если мы принимаем закон, то мы создаём то, что должно быть сделано. Либо мы шутим. Вот вторая вещь, она несовместима с государственным суверенитетом. Теперь второй аспект этой проблемы. В какой мере мы можем рассчитывать на то, что эта система будет на мировом уровне достаточно представительной. Что ей будут пользоваться другие страны. Ну, хотя бы страны Евразийского региона. Думаю, что ситуация такова. Что в огромной степени это зависит от нашей экономики, от нашей мудрости, от нашей технологии. Возможности для этого есть. Но это серьёзная работа, которая потребует много лет. Для того, чтобы мы изменили своё место в мировом экономическом пространстве. Что же касается платёжной системы, то эта вещь срочная, и она должна быть сделана очень быстро, в течение года-полутора. Субтитры создавал DimaTorzok